По обеспеченной милости Шикуры Ващнавов мы пришли в это место, которое называется Калия Град. Вначале мы посетили Баджины Самадикутир Шипа Прабхадананда Сарасвати Такура, а сейчас мы находимся в том месте, где Кришна танцевал на головах Калия. И сейчас также мы видим Баньяновое дерево, которое находится с того момента, когда происходили сладостные игры Кришны. Я хотел бы попросить Шилавана Махараджа, чтобы он рассказал о Прабхадананда Сарасвати Прабхупаде, ой, Прабхупаде, извиняюсь, Такуре, а Шидар Махарадж расскажет нам об этой сладчайшей истории, игре, которая происходила в этом месте, как Кришна он сокрушил, сокрушил Калия. Таэр Махарадж— Субтитры подогнал «Симон» 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 очень трансцендентных тем, связанных с расой Лилой. Это сладчайшее настроение расы. Шичитане Махарбов вкладывал в свою харикатку, когда он рассказывал эти сокровенные тайны, как, например, как все реки вливаются в океан. Точно так же вся раса, которая происходит, в конце концов она вливается в раса Лилу, самую возвышенную Лилу Шичи Кришны. Однажды, шичитане Махарбово, я пошутил, потому что он уже оставался 4 месяца. И они так все очень подружились. И иногда просто уже происходили такие шутливые разговоры. И он сказал, что я уже, хотя сочетание Махарбово очень строго следовал всем правам предписания Саньяси, но он оставался в этом доме 4 месяца в этой семье. Он сказал, что вы поклоняетесь Лакшми-деве, но мой Кришна, он просто пастушок. Лакшми, она целомудренная женщина, а Кришна, он пастушок, который пасет коров в лесу и живет во вражье. А Лакшми-деве, она из браманической семьи, возвышенная Брамани, но почему же она так привлеклась к Кришной? Вы же должны ответить на этот вопрос, потому что вы поклоняетесь Лакшми-нарайане. Но почему же Ши-Лакшми, она целомудренная жена Ши-нарайана, почему же она привлеклась к Кришной? Это же совсем не отвечает положению брамани. И таким образом, шутливо Ши-Читане Махапрабу спросил, в таком шутливом, потому что в священных писаниях философия, которая объясняет, что нет никакой разницы между Ши-Кришной и Ши-нарайаной, все они как бы едины, все не являются Ши-багаван. Что Господь, Он едиен. Но вот мы видим, что в лилах Господа, как говорится, и что нет также разницы между Кришной и Ши-нарайаной по Сиддханте. Если они одной и той же Кришной, ну почему же тогда Лакшми оставила Ши-нарайана, и она пошла к Кришне? Почему же, если они едины, как Вы говорите? И Кришна, Он дает пример. Как, например, в священных писаниях, также в Смрите упоминается, которые совершали тапасию аскезы, эти шрути, для того, чтобы войти в Расалилу. А Лакшми Деви, она до сих пор еще совершает аскезы в Белване и не в состоянии войти в Расалилу. Она сидит со слушанными руками и молится о том, чтобы войти в Расалилу Кришны. Читание Махрабу сам лично начал рассказывать эту удивительную Лилу, как однажды однажды Брахма хотел увидеть прекрасную эту Лилу. И он рассказал об этом, и Лакшми услышал об этом. И у нее появилось сильное большое желание также войти в Расалилу. И хотя она очень стремилась к этому, и она совершала аскезы, и так Далашми сказала, когда Кришна сказал прости любое благословение, она ответила, я хочу войти в Расалилу. Он ответил, это невозможно для тебя. Лишь только вражагопии они имеют право войти в Расалилу. Поэтому ты должна иметь форму рождения в семье в Расалилу. Вражагопии. И поэтому вот этот, потому что из-за того, что ты находишься в Айшваре, ты не можешь сейчас в этом настроении войти. Почему? Потому что ты должна научиться многому тому, что совершают в Расалилу. то, что тебе совсем не знакомо. Затем Кришна продолжит. Ты должен также оставить ложное эго, представление, что ты Брамани, что ты являешься и также родиться во Врадже, и также иметь руководство в Раджагопии во главе Шиматератхаране, и также развить совсем однонацеленную снеху, то есть привязанность к лечению ко мне. И когда ты будешь общаться с Нитя Ситхагопией, лишь только тогда ты сможешь реализовать и обрести прецедентное влечение ко мне. И также что такое однонацеленное служение? подобный нектарный поток, который никогда не прерывается. И поэтому и также очень сильная жажда лобха, которую невозможно утолить подобно капле воды в пустыне, которая не может утолить путника, точно так же это лобха, которая является очень большим катализатором, которая поможет постоянно-постоянно пометовать и желание служить, обрести вечный даршин, вечное служение Кришне. Лакшми выслушал, сказала, как же я могу встать в раджагопи и делать эти навозные лепешки, доить коров. Почему? Потому что в моем царстве очень много служанок, мой единственный муж это мой щенарайна, и поэтому я никак не могу выйти за какого-то другого пастуха в радже и совершать паракию расу с тобою. И тогда Кришна сказал, ты должна жениться, выйти замуж за пастуха и за тем, как бы находиться в этом паракии настроении випраламхи, разлуки со мною. И так далее, что только и это желание секретно встретиться со мной явится тем, той возможности, с помощью которой ты можешь обрести квалификацию в Расалилу. Шришна сказал, это единственное условие обрести паракию настроения возлюбленных в разлуке со мною. И когда выслушав это читание Махапрабу, они реализовали, что самая возвышенная игра Кришны это Расалила и что лотосные стопы Шри Кришны служение ему это является целью этого материального мира. И таким образом читание Махапрабу питал эту семью сладостными рассказами о Кришне. И затем они покинули служение Лакшмина Райне и начали служить Кришне. Прабаданал Сарасвати который являлся дядей Гопа Гватагасвами в то время был бандитом в санскрите очень большим ученым. Вы здесь можете видеть Баджан Самаде туда куда мы сегодня пошли чтобы вести Даршан который находится здесь в этом месте почему-то это помехи Радхараса Суданили как бы не признается авторитетным Священным Писанием потому что там постоянно рассказывается Арасе в Раджакопе прославляющий Матюдхаране и поэтому некоторые не согласны с выводами этой книги с этого Священного Писания который проявился из сердца Прабаданал Сарасвати является Тунгавиди Сакхи в Кришна Лиле а в Гуралилу он пришел как Шипадбан и там как бы дается он как бы совершенно косвенным образом в одном месте показывает что он является Тунгавиди Сакхи в Кришна Лиле и тот кто медитирует на лотосные стопы Шри Кришны в своей медитации та любовь которая дарует Даршин Кришне или же нет но сама верховная личность Бога Шри Кришна во Врадже он мечтает лишь об одном мимолетном взгляде который он может обвести чтобы с Тридцатшей Матери Радхаране хотя бы на одно мгновение Кришна что делает он идет на Радхакунду и вставастуте прославляющий Матери Радхаране молится чтобы хотя бы на одно мгновение увидеть Шри Матери Радхаране а Шри Матери Радхаране лишь только одним взглядом из-за галку своих лотосных глаз просто поражает Кришну подобно Кришна совершенно и сам Шри Кришна верховная личность Бога он полностью покоряется этому любовному взгляду Шри Матери Радхаране что происходит с ним далее его тело начинает дрожать а его его флейта выпадает из рук его питамбар также спускается на землю и даже украшение Кришны которое является самым знаменитым его павлиное перо падает на землю поэтому прославляющий Матери Радхаране Прабхананда Сарасвати Такур продолжает в этой шлоке объясняет Матери Радхаране Шри Матери Радхаране но Шри Матери Радхаране она находится в ревнивом гневе и не желает видеть Кришну Это в действительности очень редко чтобы кто-то мог достичь такой павли и Шри Прабхананда Сарасвати прославляет Шри Матери Радхаране так совершенным образом и в Радараса в Суданине он очень хорошо описывает эти удивительные переживания и каким образом можно достичь как Шичитане Махапрабху показывает Если кто-то хочет погрузиться в океан любви Клодас Санстапам Ширадхи Кришны Тут разные предположения возникают Вот в этом стихе очень ясно объясняется Шипатвана Махараш цитирует Шлоку Вриндаван Вриндаван Что вы должны делать Вначале вы должны чтобы войти в Вриндаван и пойти в Матхуру Книг многие из Дели приехали сразу во Вриндаван минуя Матхуры Нет Вначале вы должны пойти в Матхуру пойти в Ишрамгат и так же совершить Ачман на берегу Емону и молиться о благословении Матхура Деви которая является покровительницей Матхуры и тогда нам милостиво разрешит вам войти во Вриндаван вы должны понять в первом начале вы должны подправиться в Матхуру Как вам эта идея риквишна? Ничего не произойдет Вы думаете что это все бесполезно? Нет но вначале вы должны пойти в Матхуру совершить Матхура по Рикраму Затем пойти в Ишрамгат на берег Емоны Затем Даршин Матхура Деви И тогда по благословениях Матхура Деви вы можете войти в Святую Дхаму Вриндавана Очень гармонично войти в Картик Врат А затем и так же вы должны обрести Бутешвар Махадева Даршин который является также защитником Святой Дхамы Матхуры И тот кто не обретет его приют Матхура Дхамы прибежище он не сможет войти во Вриндаван И тот кто обретает приют поклоняется Господу Хари лишь только по его милости так же он сможет войти во Вриндаван и Прабханананаса Расвати объясняет в этом стихе в Радха Раса Суданине Гопал Батагасвами я немножко хотела вернуться чуть обратно в то время когда читание Махарпус сказал ему то прежде они не соблюдали Икадаши иногда на Икадаши они принимали зерновые Гопал Батагасвами Гопал Батагасвами когда когда сам читание Махарпус соблюдал Икадаши во время Чатурмаси Гопал Батагасвами как бы изменился и он начал следовать Икадаши также другим проповедовал Гопал Батагасвами даже когда у него ученики появились которые не следовали Икадаши и не следовали его наставления он отвергал таких учеников это на самом деле очень очень кратко что я рассказываю о божественных играх и поэтому очень необходимо то кто совершает например аппаратки и вы общаетесь исследуете поддерживаете такого человека то таким же образом эти аппаратки также приходят к вам и вот это Сантрадая которые то есть которые не следуют глубокой философии читания Махапрабу они не в состоянии войти в это божественное знание также вы знаете что Икадаши это же это же очень важно и многие которые которые то что проповедовал также право на нас расхватит акуру что никакие зерновые не пан ничего другого не должно быть во время Икадаши и так же как еще Шипатвана Махаш добавил что это место куда мы пришли оно настолько трансцендентно потому что чистый святой последовавшие читания Махапрабу который явился свидетелем его прекрасных игр дядя Гопалгбатагасвами совершал здесь баджин и так же находится в Асамаде Шипатмана Махаш говорит но нет перевода кому-то обращаются к Шимати умодите а сейчас Пуджи Паджи Дар Махарач будет рассказывать нектарный поток Харикадхи связанный с этим сладчайшим местом ом гьянат мирамдас гьяна анджан салат чаксу рунмилитам jена тасмай срикураве нам гураве гаура чандрай радикай я истадалай криснай криснабхаттай надбхаттай это удивительное удивительное трансцендентное действие в котором мы все находимся пьем нектарный поток хрикадхи этих сладчайших мест в этом шлоке объясняется как например семь океанов и в этих схематерах ранее он далее продолжает цитировать шлоку чтобы далее объяснить что же такое шематерахаране заключает себе все эти океаны являются как бы они не могут сравниться с как бы своим полноводием они не могут сравниться с милостившим матерахаране шлоку грудев приходил в это место а далее когда шлоку грудев рассказывал как насколько важно роль шри прабадананда сарасвати такура в нашей линии о том как он рассказывал повествовал точно так как же джайдава Госвами проявил в этом мире гита гавинду точно так же шипрабадананда сарасвати проявил этому миру радха радха саданине как шематерахаране она обретает ревнивый гнев салки мото а кришна молит ее и кришна он предлагает все шематерахаране он расстается со своей флейтой со своим павлиным пером все это он предлагает шематерахаране но кришна он является искусным танцором на табар и его павлине перо является его наилучшим украшением из-за того что павлине перо он так же танцует вместе с кришной необыкновенно красиво и кришна считает что из-за того что я так танцую совершенно грациозно это заслуга этого павлиного пера почему потому что она очень красиво выглядит на голове кришны когда он танцует и все вселенные они все привлечены божественным танцам кришны и так же славчайшие мелодии флейты даже брахма приходит запрошение он не в состоянии даже своими тысячи устами прославить кришну а кришну он говорит что я покоряю всю вселенную с помощью своей флейты и я расстаюсь со своей драгоценной флейты которые являются сокровищем я предлагаю ее латасынстапам Шимати Радхарани однажды Ши Кави Джаядеф Госвами он подумал как же я могу написать что Кришна он склоняет свою голову к латасынстапам Шимати Радхарани Кришна мечтает то что он сможет опустить свою голову перед Шимати Радхарани и он не смог дописать эту шлоку и сам Кришна пришел в форме Ши чтобы продолжить таким образом дает утверждение что это на самом деле является истиной как мой человек говорил что Джива Джаядеф Госвами не в состоянии написать эти строки что Кришна он готов склонить свою голову к латасынстапам Шимати Радхарани но Прабхадананда Сарасвати так он объясняет почему потому что это Самасакхи Шимати Радхарани Тунгавидзе которая является истинной свидетельницей этого он утверждает в своих комментариях это настроение Прабхаданда Сарасвати когда он писал о Шимати Радхарани которая находится в салке муд в гривневом настроении гнева она находится в конже и она обращаясь к Сакхе говорит уберите все темное из конже и так же покройте свою голову вуалью и так же украсть ее светлыми цветами белыми цветами чтобы я не могла ничего видеть черного кинкари означает это служанки Шимати Радхарани которые всегда вопрошают как я могу послужить как я могу послужить это значение кинкари и служанки Шимати Радхарани они они стоят у входа в кунжу и не пускают Кришну это настроение Кришны которое невозможно сравнить ни с чем и еще Прабхаданад Сарасвати описывает эти удивительные лилы которые происходят даже он был не в состоянии написать эти последние строчки но Прабхаданад Сарасвати утверждает являясь в том виде свидетельницей всех этих сладостных игр Радхи и Кришны Кришна в тот самый день Бладев Прабху не пришел с Кришной потому что у него какое-то особое деяние отдельно от Кришны он не смог участвовать и поэтому он не пришел вместе с Кришной на берег Ямуны Кришна играл со своими друзьями и все друзья Кришны и также коровы на самом деле они не простые все они являются вечными спутниками Кришны они пили воду из озера и они потеряли сознание почему потому что вы знаете Гаруджи когда он Амрито он опустил вот эту капельку попала на баняновое дерево и поэтому баняновое дерево оно не погибло в то время когда Кали отравил озеро и все и даже воздух был отравлен но это дерево оно продолжало даже птицы которые пролетали они они падали в озеро отравленные ядом но это дерево оно не погибло потому что оно несколько капелек Амрито этого напитка бессмертия они попали на это дерево и обессмертили его и так же второе что это дерево баняновое оно является очень великим преданным Господа и поэтому он приготовил себя для того чтобы участвовать в этой сладчайшей игре когда Кришна пришел и прыгнул в это озеро Акалия была небольшая такая пещера внутри этого озера где жил этот змей Калия и когда Кришна прыгнул в озеро шум произошел такой и Калия услышал и он удивился кто посмел прикоснуться к воде этого озера без моего разрешения кто мог проникнуть сюда потому что ведь она уже отравленная вода как это возможно и он увидел этого маленького мальчика а жены Калия сказали это верховная личность Бога Шри Кришна пожалуйста ты должен прийти к нему поклониться и принять в полное прибежище его стоп но Калия Калия он должен был сражаться с Кришной так было устроено и поэтому он не послушался Кришна даровал ему шанс но Калия испытывая большой гнев Кришне привлёк его когда все знали что никакая опасность не грозит Кришне но для того чтобы завершить эту удивительную лилу как бы возникла некоторая неблагоприятная ситуация во Врадже чтобы все граждане в Вриндава почувствовали что что-то неблагоприятное и испытали особое состояние Кришне в этот момент потому что когда Кришна однажды каким-то джамбалом он это было в двараке где-то в пещере также Кришна он был он вернулся после того как сразил этого демона он сказал что не беспокойтесь но слава Браджабасе в чем заключалась они не ждали как будто в двараке что Кришна победит и освободит они хотели помочь Кришне они готовы прыгнуть в озеро видя что Кришна находится в плену этого змея который кружил его кольцами они испугались очень они готовы но Кришна сказал все испытывали очень большую тревогу что Кришна находится в опасности но затем что дальше произошло Кришна он выскользнул из колец этого змея который который хотел задушить его очень легко он выбрался и перепрыгивая с одной головы на другую он начал танцевать с одной головы на другую он перескакивал и он танцевал и держав у своих лотосных губ флейту Кришна продолжал танцевать и все могли увидеть этот удивительный даршан Кришна танцующего на голове змея калия даже полубоги они спустились с небесных планет и осыпали Кришну лебезками цветов сейчас Пуджапаши Дарма Хараши воспроизводит тот звук который который происходил когда Кришна танцевал на головах калия с и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И он начал просить, молить Кришну о прощении, стараясь найти приближающие его лотосных стоп Они подумали, как он может обрести приют, его лотосный стоп Потому что он очень жестокий Жены Кали, они были преданными Кришне Они были очень красивые И в своем сердце они хранили большой любовь Они всегда говорили о Кришне и рассказывали ему Катху о Кришне И все-таки какое-то семя появилось в сердце Калия Но оно было не проявлено Потому что когда семя сажаете в землю Нужно какое-то время, чтобы оно проросло и превратилось в росточек Поэтому лотосные стопы о Кришне, они необычные И Кали, он удостовелся особой чести Почувствовать прикосновение его лотосных стоп И когда он прикоснулся к Кришне Прикоснулся к нему Что произошло с Кали этим змеем? Это семя, которое находилось в его сердце Оно начало расти очень быстро И превратилось в этот стебелек И затем это Бхактилата Бич Оно начало расти очень быстро И сердце Калия Потому что Кришна подумал Жены Калии, они настолько преданны Если Калия умрет, то тогда Почему? Потому что они должны будут находиться Под защитой своего мужа И когда Калия начал Превозносить става и стути Кришне И тогда жены Калия Обратились к Кришне Кришне, не убивай его Не убивай Лакшми Она покинула удобство Вайкунки Для того, чтобы быть лотосистом Кришны А что же этот Калия-змей сделал такого Что Кришна сам лично танцевал на его головах И он сказал Я был просто удовлетворен вашим служением мне Поэтому я не убью Калия Я просто хотел сломать его ложное эго И чтобы он смог Обрести привязанность ко мне Поэтому он сказал Ты должен отправиться В одно место Там, где Гаруда Тебя никогда не найдет Почему? Потому что Ты раз уже коснулся моих лотосных стоп Поэтому Гаруда тебя не страшен Ты также послужил мне Участвовать в этой сладчайшей лиле И Кришна, Он продолжал Это лила, которая относится к Пурвараге Почему? Потому что Пурварага означает Это то, что произошло перед расой лилой Это встреча, которая произошла В этот момент Когда произошла эта лила В Раджагубе встретились с Кришной Кришна, Он, являясь героем Он хотел показать Так же, как Он прекрасно танцует Неотразимо И таким образом привлечься От Штиматиадхарани И в Раджаготи И поэтому, как сценарий Перед расой лилой Совершилась эта удивительная лила Почему Кришна танцевала На Калии змея Имеется две истории Один в саду Пошел в паломничество По святым местам А второй Второй что делал? Он в этот момент Когда в саду ушел Он занял его баджан-котер И стал там жить И когда тот вернулся Он сказал И он проклял Вот этого саду Который совершил таким образом Он жестко сказал Жестоко ему Что в следующем В следующем рождении Ты Родишься В форме змеи Вот А тот Сказал Что ты родишься В образе Коровы И поэтому Они как бы Прокляли друг друга И получилось так Что По тому Как этот саду Проклял Этого другого Он обрел Он обрел Возможность Участвовать В лилах Кришны Здесь в обрендовании А другой А тот Который сказал Не коровой Извиняюсь А вороной Он смог Участвовать В рамо-лилии Рассказывая Христотху Господу Ширама Однажды Однажды Охотник Который Ловил Он поймал Голубя И он же готов Был с ним Расправиться В этот момент Саду Этот самый Охотник Подумал В своем уме Он 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 Действует Так Как бы Саду Но на самом деле Не выполняет Правила Того Что сказано Что сада Саду Никогда Не причиняет Никакого Зла Живым Существам И он И он Как бы Предложил Ему И однажды Всегда Проказа В Игры Только что Наши саньяси Шипат Ванна Махарач Рассказал о Прабхаданда Сарасвати Такури А Шипат Шидар Махарач Рассказывал о слайчайшей лиле Змея Кали на этом озере Бхакхи Расангритосинку Широпа Госвами И также Ширджива Госвами Рассказывает о том Что Баладхи Прабху Он на 14 дней старше, чем Кришна В этот самый день В этот особый день Когда Это был особенный день Когда планеты выстроились С особым порядком И был праздник И поэтому Баладхи Прабху Он был занят Приготовлением к празднику В этот день он не отправился Не отправился с Кришной Как обычно с друзьями И не участвовал в этой лиле Которой рассказывали сейчас А Кришна Когда он прыгнул в озеро И Баладхи Прабху Он остановился И увидел Как все женщины Все покинули Все браджабаси покинули И побежали на озеро Покинули свои занятия В разных калпах По-разному объясняется Эта история Ариш Траштур Вы знаете Этот демон Который Явился причиной Того Что Радхакунда Явилась в этом мире Когда Кришна Кришна Расправился с этим демоном Ариш Трашурой А так же Как с Калием Когда Кришна совершал эту лилу В то время Первый раз Когда Ариш Траштур Демон был убит По этой причине Появилась Радхакунда А это озеро Пришло Как бы В Кришна лилу После того Как эта история Случилась С этим Калием Смеем Я так же Дальше Хотел добавить Что Билан Каутакур Он вначале Пришел из Браманической семьи Но неожиданным образом Он приплекся К одной девушке Легко поведение Чинтамани И он пришел Во Вриндаван Совершать баджан И что далее Произошло Однажды на своем пути Когда он шел Во Вриндаван Он привлекся Красотой Одной женщины Только что вышедшей Замужей Которая стояла Возле колодца Он попросил ее воды Она подала И затем он последовал За ней И когда он увидел Как она вошла в дом Ее мужа Он попросил Пожалуйста Отдайте мне Две шпильки Свои волос Она не знает Для чего они ему нужны Подала И он выковал Свои глаза И он обратился Что если нет Если нет Этого Корня Тогда бамбук Никогда не прорастет Поэтому глаза Являются Теми Кто Кто постоянно Чнит препятствия Моей жизни Кришне И поэтому Из-за того Что видя Что он является Саду Они не могли Отказать ему И то что он сделал Выколо свои глаза Полностью Полностью Вело их В такое Замешательство И он лишился Глаз Он лишился Зрения И теперь Бамубин Гатакурск Подумал Что теперь уже Никакая причина Не сможет Мне помешать Эти глаза Являлись Моими врагами А теперь У меня Нет зрения Но зато Я смогу Обрести Кришну И пойти Во Вриндаван Билан Гатакур Он молится Также в начале Когда он написал Кришна Канамри Это поэмы Которые посвящены Кришне Которые называются Нектарные поэмы Услаждающие Слух Кришны И в начале Он обращается К Чинтамани Как к своему Гуру Варна Прадакшика Гуру Которая привела Его к Кришне И когда Произошло с ним И он ослеп Он не мог понять Какую же в сторону Ему пойти В этот момент Маленький мальчик Подошел И спросил О Баба Ты идешь Во Вриндаван Я так же Я могу тебя взять С собою И он привел его Билан Гатакур В течение Всего времени Пока он шел Он слагал Прекрасные Поэмы Которые Исторгали Своё сердце А Кришну Он хотел Слушать Слушать И слушать Этот поток Нектарный Который Изливал Своё сердце Билан Гатакура И очень быстро Они достигли Эльвиридавана За очень короткий срок И тогда Когда Билан Гатакур Догадался Что это Мальчик Сам Кришна Он обратился О Кришна Я хочу Объяснить Твой Даршин Он сказал Не волнуйся Очень скоро Я предусмотрю Мать Радхарани И он остался Совершая Баджан Радхи Кришни Билан Гатакур Ждал А Кришна Билан Гатакура Схватил Когда Когда он услышал Голоши Матери Радхарани Он прикоснулся Её лотос и стоп Схватил И не хотел отпускать И он сказал Она спросила Просили Бог благословения Только став Мои стоп Он сказал Пожалуйста Яви мне Свой Даршин Пожалуйста Будь милостей Ко мне И Билан Гатакур Продолжал молиться Матери Радхарани У меня ничего больше нет В жизни Единственное Пожалуйста Хотя у меня нет Я слеп Матери Радхарани И поэтому В Нижний Даршин Совершенно Недостижим Для меня Я лишь Желаю О единственном Даршине О Даршине Чтоб я мог Обрести Билан Гатакур Написал Кришна Канамриту И Которую Катху Которую Он слышал О Нем И та Что проявилось В его сердце Хотя он был Слеп Внешне Но внутренне Он обладал Духовным зрением Парикришна Вичай 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 Если Вы Нужно Да Да Я могу Потому что Он закончился И Он 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok